Виктория Нечаева Виктория Нечаева Корреспонденты Буктова расскажут о брещанах, которые видят и чувствуют происходящее по-своему и очень хотят, чтобы их воспринимали как полноценных граждан общества. Welcome to Brest. Открытие и откровение американца с белорусскими корнями. Виктор Акравица в рубрике «Брест. Глазами гостей». Об этом и не только. Мы будем говорить прямо сейчас в программе «Итоги недели». Накануне в торжественной обстановке в областном центре было вручено свидетельство о регистрации на территории свободной экономической зоны Брест новой компании. Общество с ограниченной ответственностью «Полиполь Мебель Белл» станет здесь шестым предприятием с немецким капиталом и 73-м резидентом. Общий объем инвестиций – 25 миллионов евро. Каким будет новое производство и насколько ведение предприятия повлияет на экономическую ситуацию в регионе? Подробнее в первом материале выпуска. Совершенствование системы инвестиционных площадок – одно из приоритетных направлений, которое качественно влияет на развитие экономики региона. И администрация свободной экономической зоны Брест прикладывает все усилия для того, чтобы приходящие в область бизнесмены могли развернуть здесь свое дело. Компания «Полиполь Мебель» на мировом рынке известна достаточно давно. Около полутора лет представительство арендовало площадки в Ивацевичах. А теперь, после расширения территории экономической зоны, стала официально одним из резидентов нового участка. Мы зарегистрировали нового резидента. Это третий резидент в этом году. Это «Полипол Мебель Белл» с инвестиционным проектом производства мягкой мебели. Будет заинвестировано 25 миллионов евро и создание более тысячи рабочих мест. Расширение территории свободной экономической зоны Брест произошло в рамках указа президента, принятого в целях активизации привлечения инвестиций, в том числе иностранных, наращивания экспортного потенциала области. В состав СЭС включены два земельных участка, расположенных в городе Ивацевичи и Ивацевичском районе. Был принят соответствующий указ президента главы государства. Я бы хотел отдельно поблагодарить председателя Брестского областного исполнительного комитета Анатолия Васильевича Алиса за оперативное решение данного вопроса. У нас расширилась наша экономическая зона на 105 гектаров. Это будет у нас очередной участок в городе Ивацевичи. В ближайшее время компания Полиполь Мебель Бел планирует возвести и запустить на территории большой мебельный комплекс. Количество рабочих мест здесь возрастет до тысячи. В рамках развития производства запланирована подготовка и переподготовка кадров. То предприятие, которое зарегистрировано, работает уже полтора года. Практически создано 300 рабочих мест. Продукция отправляется вся на экспорт, конкретно на рынок Германии. Мы сегодня производим 1300 комплектов мебели разного уровня, наращиванием объема, организовали на фабрике обучение людей, принимаем людей. Ну вот такой проект на сегодня существует. То, что касается новой фабрики, то это, как уже отмечалось, заявленный объем инвестиций порядка 25 миллионов евро, 50 тысяч производственной площади и около тысячи работающих. Кроме того, в ближайшее время в свободной экономической зоне будут зарегистрированы еще три резидента. Такое сотрудничество дает иностранным бизнесменам ряд преимуществ. Нулевая процентная ставка по налогу на прибыль. Не платятся на сегодняшний день налоги за земельные участки, за аренду, в том числе НДС. Есть преференции по налогу на реализацию экспортового составляющего. Поэтому на сегодняшний день достаточно много. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Эдуард Букунович, Дмитрий Лазарчук. Итоги недели. Вы смотрите программу «Итоги недели». Говорим о том, что важно знать. Традиционно в июне в Бресте проходит городской день инвалида. В разные годы предваряли это событие различные мероприятия и акции. В условиях пандемии от формата пришлось отказаться. Несмотря на то, что эти люди, как никто другой, ждут новых эмоций и впечатлений. В сложившейся ситуации инициативу решили в свои руки взять наши корреспонденты. Мы расскажем вам о том, как живут те, кому не была дана полноценная жизнь, а также о том, что сделано для того, чтобы городская среда была безбарьерной. Герои наших сюжетов – брещане, которые видят и чувствуют происходящее по-своему. И очень хотят, чтобы их восприятие нисколько не отличалось от других. Планы по вводу квадратных метров в нашем городе в последние годы только увеличивались. Новые районы жилой застройки радуют не только внешним видом, но и оснащением. Теперь они больше приспособлены для людей с ограничениями, в том числе и по зрению. Городские власти регулируют этот процесс. Причем параллельно с вводом квадратных метров стараются оснащать новые районы социальными объектами, где уже заложены проекты безбарьерной среды. Город принимает активное участие. И это связано в первую очередь, наверное, с подготовкой к городу к тысячелетию его празднования. Можно отметить, что три объекта того же образования было построено в городе Бресте с полной такой развитой сетью безбарьерной среды. Начиная от входа – это пандусы, это лифты, это специальная мебель, специальное оборудование, учебное оборудование. Если взять систему здравоохранения, то мы можем взять, к примеру, недавнее обустройство центральных входов второй поликлиники, женской консультации первой поликлиники. То есть безбарьерная среда, она существует. Жилищные службы тоже в целом работают в этой системе. То есть это и наш общественный транспорт. Хочется отметить, что большая часть нашего подвижного состава – это составляет именно низкоплатформенные автобусы или троллейбусы. То есть это немаловажно. Но остановимся на жилье. И свой мониторинг мы провели вместе с теми, кто непосредственно заинтересован в преобразованиях. Доба по улице Зубачева. Брещанин Павел Стасевич практически не видит. По улице он перемещается с тростью благодаря направляющей плитке и речевому информатору. Дом номер 15, первый подъезд, квартира с первой по дороговую. Вот он называется, дом номер 15, первый подъезд, нажимаю на него. Технология не просто условный навигатор. При подключении смартфона к специальному датчику он выдает всю информацию о доме, подъезде, количестве квартир, а еще издает специальный звук, ориентирующий на подход к входной двери. Сразу внизу теперь расположен лифт. Человеку не нужно тратить усилия, чтобы преодолеть пролет первого этажа. Минимум порогов, максимум равномерного пространства. Кроме того, все информационные табло оснащены тактильными элементами. Удобно и практично. Условия созданы достаточно приемлемые. И плитка эта лежит. То есть очень удобно ориентироваться. Ну, по ней даже, я бы сказал, с помощью трости можно обойтись по краю ежку бордюра. Ну, и эти информаторы тоже, они дают большую. Это плюс перемещения для людей, которые ее не видят. Можно полностью на звук сориентироваться и найти здесь, ну, к себе дверь. В подъездах, где нету крыльца, ступеней, укладывается тактильная плитка. Ну, и главное, что начинаются устанавливаться именно речевые информаторы для обнаружения именно подъездов, которые помогают именно найти человеку вход в дом. И внутри зданий тоже, на лифтах тоже устанавливаются речевые информаторы. По городу Брест уже, ну, на пяти домах установлено, ну, еще строятся дома. И мы уже видим по их заказам, так как я прописываю эти речевые информаторы для мобильных телефонов, для программного обеспечения, что, ну, еще столько же уже закуплено и будут устанавливаться. Сегодня проектирование жилья с учетом всех нюансов безбарьерной среды – актуальная тема для проектировщиков и архитекторов компании «Брежилстрой». Вне зависимости от категории жилого дома, здесь стараются учесть интересы каждого потенциального покупателя, чтобы в новом жилье для него было удобно и комфортно. Мы используем шрифт Брайля для маркировки этажности. Человек, который также плохо видит, он может подойти к этой табличке, потрогать пальцами, там будет ему шрифтом Брайля написано какой-то этаж. Наклеены наклейки с высотой рельефа. То есть человек также осязанием понимает, что он на каком этаже сейчас идет, берет за поручень. Да, новая застройка сегодня является флагманом безбарьерной среды в городе. К сожалению, в старых домах не всегда есть возможность вносить какие-то изменения. Просто не позволяет планировка. Однако там, где это реально, подрядные организации, занимающиеся капитальным ремонтом, пытаются применить новые технологии. Курс на реформацию определен. Первые качественные изменения уже видны. А что получится на выходе, покажет время. Следующий материал нашего выпуска продолжит тему городского дня инвалидов. Наши корреспонденты не раз убеждались, даже тяжелые диагнозы и инвалидность не мешают людям подписывать трудовые контракты, быть востребованными сотрудниками, создавать семьи, расти детей, да и в целом вести активную, разностороннюю и счастливую жизнь. Главное быть оптимистом и смотреть на жизнь с позитивом. Именно так считает героиня нашего следующего материала брещанка Светлана Сацута. Женщина-инвалид по слуху. Но это не помешало ей удачно выйти замуж, родить здорового ребенка, найти любимую работу. Ей, к слову, она отдала 26 лет своей жизни и отыскать любимое дело, которое приносит не деньги, удовольствие. Где работают люди с ограниченными возможностями? Чем увлекаются, о чем мечтают и где берут вдохновение и энергию для творческих свершений? Все подробности прямо сейчас. Аккуратно и сосредоточенно Светлана Сацута вышивает крестиком различные фигурки и образы, полностью погрузившись в это приятное занятие. Узоры плавно становятся целостной картинкой. Порой на одну работу может уйти полгода. Светлана Сацута инвалид по слуху. Все свое свободное время посвящает любимому увлечению. Изумительные изделия не продает. Привыкла делиться мастерством. Дарит близким и друзьям. Очень люблю вышивать. Это мое любимое хобби. Для этого у меня всегда находится время. Люди часто говорят, что им не хватает времени. Это не про меня. Я успеваю на работу сходить, на дачу съездить и с собакой погулять. И каждый день вышивать. Все вокруг удивляются, откуда у меня столько времени. Но я его нахожу. А еще раньше я ходила в танцевальный кружок, занималась спортом и была в сборной команде по волейболу. Светлана, как солнце, горит. Но горит не только любимыми увлечениями, но и работой. В ее трудовой книжке всего одна запись. Уже 26 лет женщина трудится на обрезком унитарном предприятии «Промбриз». Здесь занимаются изготовлением широкого спектра комплектующих изделий для газовых и электрических плит. Я училась в Кобринской школе-интернат для слабослышащих детей. Окончила ее в 1994 году и сразу же пошла работать на предприятие «Промбриз» в радиомонтажный цех. Было очень много работы. Я вышла замуж. Мой муж тоже глухой. Мы вместе уже 28 лет. Родила сына. Он слышащий. Для людей с нарушениями слуха в Брестской области работают два предприятия. В областном центре «Промбриз» и в городе Барановичи – Блик. В настоящее время на них трудятся более 300 инвалидов по слуху. Постоянно подчеркиваю, что наше предприятие «Бликс» считается лучшим в республике, так как наше предприятие изготавливает обувь, они выигрывают хорошие тендера, то есть они шьют для милиции обувь, для армии. Поэтому у них всегда есть работа. И это единственное предприятие в республике Беларусь в виде неслышащих людей. На работе они научились понимать друг друга практически без слов. Но за пределами работы для слабослышащих и глухих людей простые вещи, такие как вызов скорой помощи, заказ такси или талона к врачу, до недавнего времени было сделать проблематично. В Бресте в конце 2019 года открыли информационный центр для людей с нарушениями слуха. Отныне брещане могут обращаться туда за помощью, используя вайбер, скайп, ватсап, смс-сообщения. За полгода центр оказал услуги шестистам брещанам. Все центры, которые работают и помогают людям в их дальнейшей социализации, то есть они должны работать, а оценка его положительная. И я хочу сказать, что не только 2019 год показал положительный результат работы. То есть надо отметить, что в городе Бресте открыт хоспис. Вот это немаловажно, это очень такой значимый объект в городе Бресте, который помогает в том числе для людей с ограниченными возможностями. С чего вообще начинает социализация граждан, наших горожан в том числе? То есть это детки дошкольного возраста, это детки-школьники. И объединять их в специализированные группы, наверное, не всегда правильно. И система образования города настроена на то, чтобы такие детки обучались в интегрированных классах, в интегрированных дошкольных группах. Вот над этим сейчас работает в частности система образования города Брест. Только в Брестской области в настоящее время на учете состоит более 1100 людей с нарушениями слуха. И каждому из них нужна помощь, а иногда и просто доброе слово. Самое главное – это позитивное настроение. То есть надо смотреть вперед, в будущее, и все будет хорошо. Несмотря ни на какие-то определенные унылые обстоятельства, трудности, с которыми данная категория людей сталкивается, то есть они должны понимать, что рядом есть люди. Наша задача, чтобы люди видели, помогали данной категории. Виктория Нечаева, Александр Воронин, Дмитрий Лазарчук. Итоги недели. Бизнес-сегменты в современной экономике в последние годы становятся все более многочисленным, и это оправдано. Такие позиции диктуют рыночные отношения. Однако для того, чтобы полноценно реализовать запланированную бизнес-модель, необходимо соответствующее помещение, подходящее по расположению и квадратным метрам оснащению коммуникациями. Свою помощь предпринимателям в этом вопросе готовы оказать представители комитета Брест обл. имущества. Ежемесячно с торгов уходят здания и отдельные сооружения. Только с начала года в эффективную реализацию было продано 30 объектов. Наш корреспондент Анастасия Наздренплотницкая провела свой мониторинг и узнала, что сегодня в приоритете у представителей бизнеса. Об этом и не только. Подробнее в следующем материале выпуска. Известная не только в Бресте, но и за пределами нашего города кулинарная студия «Сахарини» распахнула свои двери по новому адресу. Улица 2-я заводская, 2. Долгое время руководитель школы Анастасия Колупанович работала в арендуемом помещении. Однако с расширением ресурсов и возможностей решила, что нужно переходить на свои квадраты. Помещение куплено. Сегодня Анастасия активно курирует деятельность рабочих, которые завершают монтаж кухни и мест для учеников. Я уже влюбилась в свое помещение, потому что вначале, конечно, мне было сложно. Немножко меньше здесь, как все расставить. Тем более, что я очень привыкаю к месту, привыкаю к какой-то обстановке. И очень сложно было увидеть, как все здесь будет. Но теперь я вообще уже влюбилась, уже жду, не дождусь. Буквально пару денечков я заеду. Да, найти помещение, соответствующее всем запросам, непросто. Сегодня одной из выгодных площадок для поиска недвижимости является сайт «Брест обл. имущества». Работники комитета не только занимаются обработкой информации об имеющихся помещениях, но и консультируют по актуальным вопросам реализации квадратов для открытия или развития своего дела. Торги проходят и в электронном формате. Хотя система электронных торгов существует уже с 2016 года, мы ею пользовались. Но пользовались в таком плане, что подбирали более значимые, более интересные объекты для реализации на площадке Белорусской универсальной торговой биржи. Сегодня это самая большая площадка с сетью филиалов, что удобно для людей. Но учитывая складывающуюся эпидемиологическую ситуацию, конечно, мы задумались о том, как минимизировать риск участников торгов, поберечь их здоровье. Ну и считаем, что это тоже современные подходы, потому что электронная торговля развивается, это, в принципе, элемент электронной торговли. Кроме того, информацию о торгах руководства «Брест обл. имущества» публикуют в печатных изданиях регионального и республиканского масштаба, а теперь еще и с применением QR-кодов. В течение нескольких секунд при помощи смартфона и не переходя по другим ссылкам, соискатель получает полноценный образ возможных площадок. Кроме того, скоро такие датчики информации появятся и на самих объектах. К этому моменту мы подошли достаточно взвешенно и подвигла к этому, возможно, даже вот та ситуация, которая сегодня сложилась у нас санитарно-эпидемиологическая. Во-вторых, с апреля месяца изменилось законодательство по публикации извещений и вообще большой информации о проведении торгов по государственному имуществу. Теперь основным источником информации, подробной информации, являются сайты Государственного комитета по имуществу, так называемая площадка информирования о продаже объектов, предлагаемых в сдаче аренды и продажи, и сайты обл.исполкома. А короткая информация, абсолютно короткая, размещается в средствах массовой информации и печатных. Эффективно и результативно с торгов Бреста обл. имущества приобретают новые квадратные метры и крупные бизнес-структуры. Вот уже несколько лет в здании бывшего архива располагается медицинский центр «Новое зрение». Докторам удалось не только вдохнуть в эту архитектурную ценность новую жизнь, но и наполнить ее просторы важным смыслом, дарить здоровье тем, кто в этом нуждается. Офтальмологическая клиника «Новое зрение» город Брест расположилась в одном из красивейших зданий старого города на улице советских пограничников 34. Здание имеет богатую историю. В последние годы предшествующей реконструкции здесь находился архив. Далее здание было приобретено с торгов, и на его основе была построена современная офтальмологическая клиника. При разработке концепции и реставрации основной акцент был сделан на сохранении историко-культурной составляющей объекта, возраст которого чуть больше 100 лет. На территории площади порядка 1500 квадратных метров разместились просторные кабинеты операционной с инновационным оборудованием. Учитывая более чем 20-летний опыт в строительстве и проектировании клиник, нам удалось сохранить исторический колорит, не в ущерб максимальной функциональности каждого элемента лечебного процесса. За реальными идеями реальный результат. А потому предпринимателям, которые сейчас находятся в поиске зданий для будущей организации, представители комитета Брестобл имущества рекомендуют рассмотреть имеющиеся варианты. Стоимость варьируется и начинается с одной базовой величины. Кроме того, в июне на электронные торги выставлены три объекта. Четыре планируются к продаже в первой декаде июля. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Букуночь, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ. Какая она? Наша страна, наш город и мы глазами тех, кто прилетел к нам за тысячи километров. Мы продолжаем нашу рубрику «Брест и глазами гостей». Напомним, в ней рассказываем о туристах, которые приезжают погостить в Брест. Даже сегодня, когда из-за коронавируса закрыты границы, переживает непростые времена туристическая отрасль, нашим корреспондентам удается отыскать интересных личностей, приехавших или прилетевших в Беларусь из-за рубежа. Шикарные виды на скалистые горы Денвера, учебу и работу в Штатах герой нашего сюжета поменял на жизнь в Бресте. Какие на это были причины и почему белорусские изыски найдут путь к любому сердцу через желудок, мы познакомились с заокеанским гостем. Американец с белорусскими корнями Виктор Кравец прилетел в Брест в прошлом году, когда в столичном аэропорту ему приветливо сказали «Welcome to Belarus!». Ему было что сказать в ответ. С первого взгляда и не скажешь, что наш собеседник прилетел в Беларусь с другого континента. Иностранца Виктория Кравец выдает разве что небольшой акцент. Молодой человек родился в Бресте, но когда ему исполнилось 11, вместе с семьей улетел жить в Северную Америку. Его постоянное место жительства – город Денвер, столица американского штата Колорадо, получившая прозвище «Город на высоте мили». Но для родного Бреста, где он родился и где прошло детство, отведено особое место в сердце. Я помню, как по дворе с друзьями бегали в войнушку, играли в прятки, все такое. А там такое в США нет. Было трудно адаптироваться к климату. И так же, как я еще не знал английского языка, у меня было трудно поначалу завести друзей. И общения как бы не хватало. Общался только с родителями и с родственниками на русском языке. В Америке много очень как бы жирная пища. И там вообще много разных разновидностей пищи, так как там много иммигрантов. Вообще латинская кухня, там есть европейская, азиатская и все такое. Ну, там есть, конечно, вкусные блюда, но мне самым больше нравится белорусская кухня, так как я здесь родил, на ней вырос как бы, здесь родился и ее как бы с самого детства кушаю. Самые любимые блюда – это красный борщ, картошка, пюре с обивными и салатом. Мы с Виктором прошлись по-советской, свернули на Гоголя. Селфи у памятника тысячелетия обязательно. Виктор говорит, что за 10 лет, пока его здесь не было, город изменился кардинально. Выросли новые микрорайоны, преобразился Брестский Арбат, а как похорошела набережная, похоже, прилет стал настоящим открытием. Сильно как бы изменились некоторые места, вот, например, на Ульке очень много домов построили, еще удивился, как сильно набережную продлили. Мои самые любимые места – это советская, Брестская крепость и набережная. Герой нашего сюжета – профессиональный спортсмен. Выступает за дублирующий состав футбольного клуба «Рух». Считает Беларусь хорошим трамплином для достижения более высоких целей в спортивной карьере. Поначалу я должен был играть в Норвегии, и приехал сюда чисто навести своих родственников, и как бы так как это просто дешевый билет был на самолете до Беларуси, к тому же так близко от Норвегии, это был просто грех не приехать. Но так получилось, что я встретил очень хорошего тренера, Дмитрия Александровича Аснина, и он начал со мной работать. Я понял, что лучше мне остаться здесь, так как у меня будет больше развития. И так получилось, что меня взяли дубль за «Рух», и даже один раз я попал в заявку в основу против Слуцка. И я тут планирую остаться еще на минимум год. Здесь я удивился, что не такой отсталый уровень. Даже если сравнивать в МЛС, это высшая лига в США, то там есть очень-очень сильные команды, но если взять среднюю команду с МЛС и более-менее среднюю команду с Белорусской высшей лиги, то я бы сказал, что был бы плюс-минус интересная игра, и уровень не так сильно отличается. Только стиль игры чуть-чуть бывает. Со слов нашего собеседника, каждую минуту своей жизни большинство американцев посвящают карьере и зарабатыванию денег. Белорусы другие совершенно умеют жить в моменте и получать от каждого прожитого дня удовольствие. Американец с белорусскими корнями Виктор Кравец успел побывать в разных городах и странах – от Мексики и Норвегии до стран СНГ. Везде есть свои плюсы и минусы, но Брест остается местом, куда всегда хочется вернуться. Брест – очень вообще красивый город. Я бы сказал, если сравнить с США, он более такой европейский. Тут еще более спокойно и безопасно. Виктория Нечаева, Павел Малошонок, Александр Макаревич. Итоги недели. Когда говорим «Пушкин», то приятной ассоциацией на имя классика всегда был русский язык. Когда говорим русское слово, то невольно в сердце отзывается «Пушкин». Так уж произошло, что феномен этой легендарной личности нераздельно связан с лингвистикой и культурой поистине необъятной страны, а великое слово, и сегодня читают на разных языках мира. 6 июня – день рождения Александра Сергеевича Пушкина. В календаре ООН – день русского языка. В странах постсоветского пространства произведения классика внесены в школьную программу. Их читают и дети, и взрослые. А память о судьбе и творчестве бережно собирают учреждения культуры. И в каждом есть что-то редкое и необычное. Наш корреспондент Анастасия Ноздрин-Плотницкая накануне побывала в городской библиотеке имени Пушкина, которая хранит много тайн судьбы великого классика. Уже в холле величественное торжественно встречает посетителей и сам Александр Сергеевич. Бюст появился здесь в прошлом году. Он был подарен дипломатическим представительством России и стал венцом большой коллекции библиотеки, названной в честь русского классика. В первую очередь здесь собраны интересные издания от миниатюрных до фолиантов, от современных до поистине раритетных. Это середина девятнадцатого века. Произведение, сборник произведений Александра Сергеевича Пушкина. Здесь есть и стихотворение, здесь есть его и сказки с ятями. Видите, очень жёлтые такие потрёпанные страницы. Очень сложно было определить, так как здесь оригинальные титульники не сохранились, год издания. Но сохранился, вот вы видите, фрагмент, немного сохранился фрагмент обложки. И здесь с трудом, но читается. Товарищество Вольфа в Петербурге в начале-середине девятнадцатого века работала действительно такая типография издательства Вольфа. И одно из направлений, которое они делали, они издавали, ну, уже классиков тоже, людей, поэтов, которые считались классиками того времени. Кстати, название библиотеки, которой в этом году исполняется 80 лет, на протяжении всей истории существования было связано с Пушкиным. Ранее она даже располагалась на одноименной улице. Сегодня же здесь знают о судьбе великого поэта если не всё, то много. Например, одно достаточно эксклюзивное издание, хранящееся в фондах, повествует о мастерстве Александра Сергеевича в стрельбе и о том, что Пушкин был профессиональным дуэлянтом. Пушкин, по своей сути, был опытный и беспроигрышный дуэлянт. Он упорно тренировался и в поражении целей достиг небывалого мастерства. Он попадал в карточного туза с расстояния 10 метров. Для увлечённых историей горожан библиотекари подготовили ко дню рождения классика тематический квест. Переходя от этапа к этапу, здесь можно не только прикоснуться к редким изданиям, но и узнать больше об эпистолярном жанре, попытавшись написать письмо настоящим гусиным пером. Обязательно в письме должен быть адресат. То есть адресат – это тот, кому адресовано письмо. Иногда он может быть вымышленным, но он всё равно есть. Этими отличается эпистолярный жанр от мемуаров. Для Пушкина письма были официальные, деловые, светские. На французском он писал, женщина посвящал. Душа моя, обращение к брату. Кстати, Александр Сергеевич Пушкин считал, что перья из левого крыла больше повторяют изгиб человеческой руки. Поэтому старался для рукописи подбирать именно их. Любопытный факт. И таковых в биографии автора очень и очень много. Такой знакомый и такой неизвестный Александр Сергеевич предстаёт перед каждым из нас. А открыть его больше можно и дальше, прочитав бессмертное произведение «Моцарт и Сальери, Евгения Онегина, капитанская дочка» на близком и знакомом каждому из нас русском языке. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания «Бук-ТВ». Это были главные события Бреста. Какими их увидели мои коллеги, журналисты «Бук-ТВ». Мы встретимся снова на том же месте и в то же самое время уже в следующую субботу. На этом у нас сегодня всё. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните номер в Бресте 54-63-67. Не забывайте, канал «Бук-ТВ» есть и в социальных сетях. Будьте с нами на Facebook, Instagram, Вконтакте, а также подписывайтесь на наш канал в YouTube. Я, Виктория Нечаева, прощаюсь с вами. Всего вам самого хорошего. И, конечно же, берегите себя, будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова